Майнкрафт? Да какая-то тупая игра, смысла в ней нет, просто ходишь, кубики ставишь. Лучше вон, пойти в кс-ку любимую. Там хоть смысл есть, убивать противников, чтобы победить. Вот это по-нашему, а не то, что ваши кубачи играть. С инфермера, блять. Но всё ли так однобоко? Многие люди спорят о том, есть ли смысл в этой игре или нет. Кто-то считает, что смысл в том, чтобы убить дракона и пройти игру. Кто-то считает, что тут нет никакой цели, а значит и смысла нет. Ведь никто тебя за ручку не водит тут и не дают квесты, как это положено в играх. Но а что такое смысл? Как понять, где он есть, а где отсутствует? И вообще, может ли он отсутствовать? Заваривай себе чай, бери сабжичей и садись поудобней. Что такое смысл и как определять его? Здесь мы немного отойдём от темы Майнкрафта, но это не отрицает того, что глава этого видео очень важна. Смысл — это значение или цель, которая придаётся чему-то конкретному. Возьмём, допустим, картину, и на ней нарисован человек. Если показать это рандомному челику, то, скорее всего, он не поймёт, в чём рофл этой картины и скажет, что херня какая-то. Это значит, что картина бессмысленна? Хорошо. Пойдём дальше. Покажем эту картину другому человеку, и он скажет, что картина ему нравится и точно описывает его. Он увидел в этой картине, как человек находится в пространстве, а вокруг — пустота, что олицетворяет его одиночество. Ну что, картина до сих пор бессмысленна? Значит, всё-таки у этой картины есть смысл. Хорошо. Позже спросили третьего, и он сказал, что видит тот человек, у которого нет цели. Поэтому тут и пустота вокруг него. У него нет никаких планов, амбиций и тому подобное. Этот человек бесцельно находится в пространстве. Так, теперь тут появилось два смысла. Но на деле-то их может быть намного больше. Тут я хочу вам донести то, что любое произведение и любой айтем имеет смысл. Возможно, относительно вас в нём нет смысла. Но относительно других он присутствует. Как говорил Эйнштейн, всё в этом мире относительно. Сорян, что отошли от Майнкрафта, сейчас возвращаемся к нему. В чём смысл Майнкрафта? В Майнкрафте вы спавнитесь без цели. Никто вас не ведёт за ручку по всей игре, как это делается в других играх, где у вас есть определённая задача, и эта задача меняется на другую, когда проходите предыдущую. Здесь же задачи вы формируете сами. А теперь я спрошу вас. В чём смысл вашей жизни? Кто-то ответит «семья», кто-то «деньги», а у кого-то это «создать бизнес». А теперь проведите аналогию с Майнкрафтом. В жизни вы также ставите свои цели и достижения, которые будут осмысливать ваше проживание в этом мире. Точно так же, как и в Майнкрафте. Теперь мем «Майнкрафт – это моя жизнь» обретает краски, как думаете? Майнкрафт – это игра, в которой вы сами определяете её смысл. Вы можете всю игру сидеть, строить дома и назовёте, что это игра про строительство. Вы можете весь день целыми днями строить фермы, забирать с них фарм и сказать, что это игра про фермы. Или же стремиться к убийству дракона и сказать, что смысл игры – убить дракона. Но разве это верно? Разве игра про убийство дракона? Если человек в Майнкрафте не убил дракона, или не построил ферму, или не построил дом, то это значит, что он не знает по-настоящему, что значит эта игра? Я считаю, что нет. Так же и в жизни. Если у человека в жизни смысл – это создать свой бизнес и тихо закончить свою жизнь в старости на ферме, а в планы у него и не входит заводить семью и детей, то это не значит, что он прожил жизнь зря и бессмысленно. Наоборот, это значит, что он осмысленно её прожил. Ведь если бы он завёл семью и не построил свой бизнес, как он хотел, то тогда бы и можно было назвать его жизнь пустой тратой времени. Я хочу, чтобы каждый этот зритель обрёл свой собственный смысл в Майнкрафте и в жизни. Напишите в комментариях, что именно для вас значит эта игра и почему вы её полюбили. Мне будет интересно почитать.